Всем привет! Мы находимся в кабинете школьного питания «Большая перемена». Для чего мы сюда пришли? А для того, чтобы провести эксперимент. Как из обычных продуктов, которые доставляются в школьную столовую, приготовить блюда в различных условиях. В социальных сетях тема школьного питания обсуждается довольно часто. И одна из претензий, которую высказывают родители, мол, продукты на пищеблоке поступают самые дешевые, поэтому и приготовленные блюда не очень вкусны. А потому мы решили провести эксперимент. Взять несколько блюд из школьного меню, готовить которые будут шеф-повар гриль ресторана «Изумруд» Алексей Кучук и многодетная мама Юлия Ивлева. В составе только те продукты, которые попадают в школьные столовые со склада комбината «Большая перемена». Итак, собираем продукты по списку. Картофель, морковь и другие овощи попадают в школы уже очищенными, поэтому мы их забираем в вакуумные упаковки. Готовить школьные блюда мы будем порционно, поэтому нам в отдельные пакетики упаковали крупы, макароны и все, что необходимо нам для приготовления блюда. Продукты для мясных блюд подвергаются шоковой заморозке и тоже упаковываются. Ну а пока наши продукты со склада комбината школьного питания «Большая перемена» едут в гриль-ресторан «Изумруд» и в обычную семью, мы заглянем в школьную столовую. Заведующая производством пищеблока в СОЖ номер 4 Галина Чумаченко проводит экскурсию и показывает, как все устроено. На работу повара поднимаются очень рада. Приезжают они в 5 утра, так как нужно успеть к раздаче все приготовить. Все это должно быть пропарено, проварено, протушено. Как в детском питании не должно быть никакой жарки. Повар уже начинает заниматься шинковкой, нарезкой и всем остальным. Конечно, мы друг другу помогаем. Кухня работник может также подойти и нашинковать, и нарезать эти же овощи. Объемы у нас пятидесятки и тридцатилитровые. Также у нас в ходу идут, если это гарниры, у нас двадцатилитровые емкости. Соусы и все остальное у нас идут чуть меньше. На каждого ребенка мы не сможем угодить, но все едят. И каши, и запеканки, и супы едят. Протестировать блюдо из меню мы попросили старшеклассников, как самых привередливых потребителей. Они знают, что такое специи, приправы, усилители вкусов, а потому диетическое школьное питание не каждому по душе. Школьникам присоединились и родители. Посмотрим, что они скажут. Я могу поесть, но я не любитель этого. Достаточно сладко в меру, не прям совсем, чтобы так убийственно. Есть можно. Нет, правда вкусно. Кушать можно. Запеканка съедобная. Даже, мне кажется, что попала к бабушке в детство. Ну, конечно, съедобная, просто тут дело вкуса какие-то дети. Любят это с детства какие-то. Нет, тут все по ингредиентам достаточно свеже, сытно, но вот дело вкуса просто. Рассольник, творожная запеканка, бестроганов, плов из курицы. Эти блюда сегодня в меню не только у школьников, но и в семье Юлии Ивлевой. Что скажет хозяйка о качестве продуктов? И останутся ли довольны ее дети? Узнаем из второй части нашей программы. В семье Юлии трое детей разного возраста, поэтому блюда, в принципе, похожи на школьное меню. Минимум специи и обжарки. Продукты хозяйка тоже покупает вполне обычные. А как она оценит качество привезенных ингредиентов? Выглядит вот так картошка. То есть ее уже сразу привозят в столовую, чищенную и запакованную. То есть это тем самым минимизирует процесс чистки и так далее. Ну, я немножко к луку бы, я, честно говоря, придралась бы, как мать. Потому что вот это вот подмороженный немного лук. Мясо для супа весьма... Ну, выглядит оно неплохо. Довольно-таки большие кусочки непосредственно. То есть не только одни кости, да? Котлета рыбная. Котлета рыбная. Да, жуть всех детей. Я не знаю, почему это до сих пор в меню. Мне кажется, ни один детеныш это не ест. Ну, и творог. Изготовитель его созвездия – город Самара. Да, нормализированное молоко, закваска, состав более чем отличный, молочных микроорганизмов. Распределив время так, чтобы ни одна минута на кухне не проходила даром, Юлия принимается за готовку. На плите варится мясо для рассольника и картофель для пюре. А хозяйка делает зажарку из моркови и лука. Несмотря на то, что мы стараемся не отходить от школьного меню, небольшие коррективы, исходя из собственного опыта, Юлия делает. Например, в рассольник добавляет слегка обжаренные овощи и несколько горошин перца. При нарезании овощей хозяйка отмечает удобство в вакуумной упаковке. Очень такая интересная идея – вот так вот картошку продавать. Прийти купить пакет там уже чищенной картошки, там чищенной морковки, чищенный лук – это экономит. Ну, в принципе, любой хозяйке, ну, как минимум, там, минут 40. На освободившейся конфорке Юлия начинает готовить плов с мясом курицы. Хотя сама она называет это блюдо «рисовая каша». Лук и морковь вместе с мясом отправляем в казан. Сразу мы сейчас вот это все дело перемещаем, и пусть оно еще немножко поджарится, и потом уже туда засыпем. Здесь тоже Юлия немного отходит от школьной рецептуры. Для цвета добавляет несколько специй. Желтый такой цвет мы добавили куркуму, и мы добавили мели-сунели и немножко зиры. Творожную запеканку мы готовим по технологической карте из школьного меню, потому что сама Юлия дома детям делает сырники. А вот интересно, как это в столовую сделают? Вот творог довольно-таки крупнозернистый, да? То есть запеканку, вот помни, вкус школьный стал из запеканки, да? Она же такая прям вся нежная-нежная, такая вся воздушная-воздушная. Просто как они, интересно, вот этот вот крупнозернистый творог, ну, распирают вот такие замечающие. Заключительное блюдо – бифстроганов с пюре. Здесь Юлия тоже заглядывает в технологическую карту, потому что для ее семьи такая еда не очень привычна. Я бы не стала бы заморачиваться с этим обжариванием муки, а просто бы подела все это дело в сметану. Мне сказали не отходить от школьной рецептуры, не добавлять туда немного огонь и масло, поэтому мы будем делать так. И вот наступает самый ответственный момент – дегустация. Оценивать блюдо будет не только Юлия, но и ее сыновья – Арсений и Глеб. Итак, какую оценку получает рассольник? Опять же, вкус немножко изменен от того, как я обычно готовлю, но это за счет огурцов, потому что огурцы реально такие ядрененькие. А что у нас с пловом? Обычный. Обычный прям приобычный. Похоже ли картофельное пюре и бифстроганов на приготовленный в школе аналог? Мясо чуть-чуть жесткое, но вкусное. Пюре, какое пюре? Такое, какое я дома готовлю или нет? Нет. Такое, какое в школе? Нет. А какое? В школе она гуще. Гуще? Угу. А у тебя и такое солило. Ну, пересолило. Удалась ли творожная запеканка? Собственно говоря, запеканка не получилась, не удалась. От слова совсем. Она вкусная, но это не запеканка, то есть это такая поджаренная творожная масса. В школьном меню еще были три вида котлет, но поскольку они шли в виде полуфабрикатов, приготовленных на комбинате школьного питания, то Юля их просто запекла в духовке и продегутировала. Рыбная котлета, как рыбная котлета. То есть, ну, такая классическая рыбная. Там, столовая, котлета со столовой. Весьма, кстати, мясная эта. На самом деле, сейчас меня поразило, правда. Я ее не пробовала, но довольно-таки вкусная. Ну, куриная, как куриная, то есть. Но мясные, на самом деле, довольно-таки вкусные. В заключении Юлия делает вывод, что продукты для готовки были привезены нормального качества, какие обычная балаковская семья покупает в магазинах. Но все-таки даже небольшое вмешательство в классическую рецептуру меняет вкус блюда. А что скажет шеф-повар-гриль ресторана «Изумруд» Алексей Кучук, который привык готовить по собственным рецептам и преимущественно из элитных ингредиентов? Те же самые продукты, что доставляют в школы и уже опробовала многозетная мама, получает шеф-повар ресторана. Вскрывая упаковки с овощами, Алексей рассказывает о плюсах предварительной подготовки. Чтобы понимали, это отдельный цех для этого нужен. Отдельный цех, отдельные люди и отдельное оборудование. Поэтому, если товар приходит, продукт в таком виде, это, конечно, облегчает жизнь поварам. Итак, первое блюдо из школьного меню – рассольник, который, как мы выяснили, каждый варит по-своему. Приготовили заранее бульон, рассол, огурцы, сама перловка. Подавать мы будем со сметаной, но предварительно ее закоптим. В ресторане знакомые всем блюда готовятся по-особенному. Поэтому Алексей решил мясо не отваривать, а приготовить в специальной печи – хоспере на углях. Немного дыма. Вон там неотъемлемая часть. И некоторые ингредиенты, заранее подготовленные, смешиваются не в кастрюле, а в сковороде. Да-да, это тоже секрет профессионального повара. А иногда микс происходит прямо в тарелке. На производстве же все подготовлено. У нас есть готовый бульон говяжий стоит, готовые компоненты, которые мы просто собираем в одном месте и потом отдаем. Несмотря на желание внести изменения в рецепт, Алексей не стал сильно отходить от классики. Компоненты практически все сохранены. Кроме масли на оливках, это просто для общей карты. А в целом все, что было заложено в тех карты, оно так и есть. Добавляем нашу подкопченую сметану. И все. И бон аппетит. Еще один суп – гороховый. В школах он готовится без мяса, но всем известно, самый лучший гороховый суп с копченостями. Поэтому Алексей приготовил многими любимый вариант. В основе – копченая свиная шея собственного производства. Мы не используем при копчении жидкого дыма. По сути, это обычная свиная шейка. Коптилась. Все то же самое, что было в рецептуре. Картофель, лук, горох, бульон. Измельчено, пробито. Единственное, что мы его сейчас перельем в сифон. Мы получим такую в итоге спуму, ну, пену. На второе в меню – плов. Как и Юлия Ивлева, наш шеф-повар засомневался в названии блюда. Все-таки пловом это не назовешь. Потому что плов – это баранина или говядина хотя бы. Готовится это в большом количестве. Масло. Сжигается лук. Рецептуру тоже практически не меняем, хотя изначально с Алексеем обговорили, что ему позволено чуть больше, чем остальным участникам эксперимента. Ничего мы не поменяли. Мы также оставим морковь, лук, оставим также рис. Единственное, что просто вот такой рис, он немножко разварится и будет, ну, такой, с клейковиной. И плова вряд ли получится. Поэтому, чтобы оставить вот такую немного рассыпчатую пловную структуру, мы как раз и возьмем этот рис. Он просто сушит. Специи не будем много добавлять. Все-таки это детское меню. И обычный школьный плов за счет обжаренного в хвост перемяса и оригинальной подачи заиграл яркими красками. Листочки свежего шпината и немножко пьемонской копченой паприки. Еще одно второе блюдо без строганов Алексей разнообразил значительно. Грибы, томаты, масло с зеленью, а вместо сметаны – сливки. Сливки, они больше дают соусную текстуру, вот эту вот вязкость, которая объединяет все продукты, лучше, чем сметану. Ну и десерт – запеканка, которая превратилась в сырники. Сырники, они более презентабельные всегда. И, наверное, более вкусные за счет вот этой обжарки, доготовки. Ингредиенты те же самые, отличается только способ приготовления. Из подачи творожного десерта Алексей порекомендовал школьным поварам поэкспериментировать. Вместо традиционного сладкого соуса или сгущенки можно добавить фруктовые нотки. Сам шеф решил остановиться на экзотическом вкусе. Это мусс из манго. Ну а что скажут дегустаторы? Копчености, вот так я не сказала, что прям чувствуется, но чувствуется, что он очень сильно отличается от обычного рассорника. Вроде все то же самое, но что-то в нем не так. Вот я-то знаю, что не так, а вот если люди будут пробовать, они будут гадать. Вкусно очень. Прям очень воздушно. Очень мягко. И, как положено в школе, очень мало соли. У нас вообще божественное. Мягкое? Да, очень. Тает во рту прям. По мне все отлично. То, чего и хотели добиться, да? Да, единственное, что вот надо, наверное, все-таки сгущенку совместить с манго. Потому что здесь кислота, а здесь сладость. Поэтому надо вот так вот сделать это. И будет идеально. Сам Алексей решил попробовать котлеты производства комбината школьного питания. И вынес свой профессиональный вердикт. Да, все отлично. Ну, здесь чувствуется, конечно, хлеб. Особенно в рыбной. Вот эти вот морские рыбы всякие. Минтай и все остальное. По мясу. Мясо как мясо. Ну, ничего плохого не скажу о котлетах. В принципе, я думаю, люди все равно стараются какую-то себестоимость их подгонять. И иногда это сказывается. Ну, здесь не скажем, что это так вот сильно негатив ушло. По мнению мастера, все его эксперименты на тему школьного питания удались. И качество используемых продуктов на это тоже повлияло. То есть, этих продуктов, в принципе, можно готовить, готовить вкусно. И все будет получаться. Ну, а что касается вкусовых качеств уже приготовленных блюд, то здесь многое зависит от старательности самого повара. Ну, и, конечно, от того, в каком учреждении он работает. Где-то полет фантазии приветствуется, а где-то непозволителен, как в школе. Я думаю, что они тоже творческие. Просто их ограничивает. Они же загнаны в какие-то определенные рамки, в которых они не могут двигаться. Вы мне здесь позволили поменять гарниры или поменять какой-то компонент в блюде. Им же это нельзя. Они могут быть наказаны. Поэтому, даже если они творческие, то, к сожалению, наверное, там они не смогут все реализовать. Итак, в ходе эксперимента все участники пришли к выводу, что продукты, выставляемые в школьные столовые, вполне приличного качества. Но само меню не позволяет повару отступать от утвержденной рецептуры. А в ней исключены и многие продукты, и различные специи, приправы, делающие вкус ярче. И зачастую за словами «не хочу есть в столовой» прячется всего лишь детское желание получить вкусовые эмоции, а не плохое качество продуктов или плохая работа повара.